МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это сделать, поговорим с Ириной Смирновой, начальником отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц налоговой службы по Алтайскому краю. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Здравствуйте. Я знаю, что в основном люди возвращают деньги, когда приобрели недвижимость или когда прошли дорогостоящие лечения. Но вот что еще и родители могут вернуть средства, об этом, я думаю, мало кто знает. А в каких ситуациях? У нас ряд ситуаций, когда родители могут возвратить налог, с определенного вида расходов, он предусмотрен налоговым кодексом. Начнем, наверное, с самой менее распространенной ситуации, которой меньше всего пользуются родители, как благотворительность или добровольные пожертвования. Всего 62 налогоплательщика у нас за прошлый год воспользовались этим видом вычета. Хотя, наверное, не секрет, что плательщики несут расходы, и не все попадает под лечение и обучение. Потому что некоторые виды расходов организации принимают от родителей как плату или взнос на содержание материально-технической базы, на ведение уставной деятельности. Так вот, как раз-таки, вот эти расходы, которые не попадают ни под обучение, ни под лечение, они могут квалифицироваться как добровольные пожертвования. А что понимать под этими добровольными пожертвованиями? Добровольные пожертвования — это любая спонсорская помощь, как бы мы ее называем, направленная в организации, которые занимаются научной деятельностью, занимаются образовательной деятельностью, спортивной деятельностью или что-то такое. Ну, сюда же попадают и религиозные организации, и основная цель которых не является получение прибыли от этих организаций, как бы некоммерческие. И если родители вносят плату, например, ребенок в спортивную школу какая-то, здесь идет оплата у него не как обучение, а как спонсорская помощь. Нужно ее просто-напросто квалифицировать и просить в приходниках оформлять как благотворительное либо добровольные пожертвования. И затем механизм возврата налога, как и общепринятый. Скажем, вот взносы в детские сады и школы попадают под эту категорию? Ну, взносы в детские сады и школы, смотря что здесь идет. Вот если это идет оплата за обучение, это один момент. Если это идет, ну, не содержание ребенка в детском саду. Вот у нас родительская оплата, это содержание ребенка. Если на ведение деятельности, на развитие материальной целевой, сырьевой базы, то да, они тоже могут попасть под эту благотворительность. Если именно детский сад принимает спонсорскую помощь и дает документ, подтверждающий оплату, и там написано как благотворительное помощи или добровольные пожертвования, мы это принимаем как расходы. В каких еще ситуациях можно вернуть деньги? Ну, вернуть деньги у нас ряд ситуаций, и самое распространенное это за обучение детей. Обучение детей предусматривает возврат налога с суммы, не превышающей 50 тысяч на одного ребенка. Если двое детей обучается, то по 50 на каждого может вернуться. Не вернуться, а быть вычет из дохода, с которой налог считается. 13% с 50 тысяч. Здесь какие у нас особенности? Нужны договора с учебным заведением, что ребенка возраст до 24 лет, затем у нас обучение только дневное, ряд условий таких. Но вместе с тем есть послабление, независимо где расположено учебное заведение, на территории Российской Федерации, либо за пределами. Ирина Ивановна, ну вот вы сейчас коснулись условий получения этих средств, возврата средств. А куда нужно прежде всего обратиться? В налоговую службу и все? Или есть еще какие-то варианты? Нет, с 2016 года есть вариант у плательщика. Он может, если вот за 15-й год у него расходы, у нас в чем особенность возврата налога за обучение и лечение? Это вычет непереходящий. То есть расходы одного периода не переносятся на другой. Если вы, например, оплатили за обучение ребенка в прошлом году 80 тысяч, вас примут в зачетное уменьшение базы всего 50, потому что есть предел. В пределах 50. 30 тысяч не переносится на следующий период. Она будет неиспользованная сумма. То есть с нее возврат не проходит. Поэтому если в прошлом году оплата произведена была, то только по декларации. Если в текущем году обучение расходы идут, то можно уже воспользоваться вычетом у работодателя. Для этого плательщик должен обратиться в налоговый орган, получить уведомления, так же, как имущественный вычет у нас пользуется ряд платежчиков у работодателей, так же и на обучение. Написать заявление, у какого работодателя вы хотите воспользоваться, приложить все документы, то есть договор с учебным заведением и документ, подтверждающий оплату. Налоговая дает заключение, то есть уведомление на пользование вычетом у того работодателя, который вы укажете. Вы приходите к работодателю с уведомлением и с момента, когда вы подали это заявление на пользование вычетом у работодателя и приложили уведомление, с вас не будут удерживать налог в пределах той суммы, которая указана в уведомлении. То есть есть свои нюансы, я правильно понимаю? Да. То есть если мы обращаемся в налоговую службу, то получаем как-то единой суммой, но за прошлый период. Если мы обращаемся к работодателю, то здесь... Частями и в текущем налоговом периоде. Если обратитесь, например, вот сейчас учебный год начинается, начинают оплату производить за обучение, и в сентябре месяце уже есть расходы у плательщиков, например. И не ждать следующего периода можно, заявить вычет в налоговый орган, на пользование у того работодателя, кто с вас исчисляет, удерживает налог с заработной платы, чтобы его зачли. Ирина Ивановна, вы назвали вот эту сумму 50 тысяч рублей. Это некий такой потолок для возврата по статье, получается, обучения, правильно? Обучения ребенка. А вот если лечение или те же добровольные взносы, статья благотворительность, там тоже есть некий вот этот лимит? По добровольным пожертвованиям там не более 25% от дохода. Если вот плательщик заявляет доход, например, миллион, и вычет заявляет на 500 тысяч добровольное пожертвование, мы учтем только в пределах 250 тысяч, то есть 25% от дохода, который облагался налогом. Ну это вот максимальная сумма, хочется просто вот понять. Вот смотрите, я плачу, допустим, там за детский садик, да, там какую-то спортивную секцию. Я могу разом взять и обратиться вот по всем этим направлениям, собрать справки, квитанции, чеки, или же нет? Вот если вы будете заявлять по декларации вычет, вы можете собирать все свои расходы, которые вынесли в течение, ну, 2016 года, вы обратитесь в 2017 году. Вы собираете расходы по обучению детей, например, 50 тысяч у вас на ребенка, по лечению самого себя, там членов семьи, в том числе и ребенка, если вдруг такие расходы были, и благотворительность. Вы все собрали расходы и уменьшаете свой доход, который вы получите в 2016 году. Вы уменьшите на сумму... Ну, максимальная сумма, какую я могу вернуть? Вы можете вернуть максимальную, но это зависит от ваших расходов. С 50 тысяч, то есть 13% это 6 тысяч за обучение ребенка, вы можете вернуть, да, 6 тысяч? Вы можете вернуть от вашего дохода суммы, ну, 25% от дохода уменьшить. Я понимаю, что с каждого... Здесь не скажешь, как, вот сколько доход, столько это. И еще плюсом, если лечение ребенка там было, у нас это совокупный вычет на самого плательщика. У нас нету отдельно вычета на лечение ребенка. Он объединяет в себя группу вычетов лечения самого себя и членов семьи, включая ребенка, обучение самого себя и суммы, перечисленные по договорам страхования. 120 тысяч потолок в совокупности. Можете все лечением, можете все обучением самого себя, либо варьировать. Ну вот многие сейчас нас послушают, скажут, где же я раньше был, почему не обращался. Есть у них возможность обратиться и сразу за несколько прошлых лет предоставить документы? Да, такая возможность есть обратиться за три года предшествующих вот текущему году. То есть сейчас могут вернуть они все те тот НДФЛ, который они платили, суммы, направленные на вот эти цели за 2015, за 2014 и 2013 год. Что для этого нужно? Для этого нужно заполнить три декларации, если каждый год у него все эти расходы были, заполнить декларацию за 2013, 2014 и 2015 год, приложить все документы, которые нужно приложить, подтверждающие назначение платежа и расходы, платежный документ, и отдать все это в налоговый орган. Оплата через интернет учитывается? Да, оплата это уже узаконенный способ оплаты, она учитывается. Спасибо большое. А я напомню, что о том, как вернуть деньги за обучение в детском саду, школе, вузе или за дополнительное образование, мы говорили с представителем краевой налоговой службы Ириной Смирновой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова